И ещё одна невосполнимая утрата. В пятницу в центре Донецка в результате теракта погиб глава ДНР Александр Захарченко. Самородок, признанный лидер Донбасса, моральные авторитеты, главнокомандующие вооружёнными силами Донецкой Народной Республики. По отцу украинец, по матери русский. Для Москвы Захарченко был надёжным партнёром. Его ценности были близки и понятны. Ему можно было доверять, и с ним можно было иметь дело. Именно поэтому украинские спецслужбы и ВСУ вели за Захарченко настоящую охоту. На передовой в него стрелял снайпер. Не раз готовились и проводились покушения. Захарченко привык и стал уже фаталистом. Мол, чему быть, того не миновать. Не прятался, хотя было ясно, что теракты, проведённые украинскими диверсантами против легендарных донецких комбатов Гиви и Моторолы, означали, что Киев встал на путь государственного терроризма. Пока Европа и Америку это по умолчанию устраивает, Порошенко рассчитывает так сохранить власть. Уже в марте на Украине президентские выборы. По опросам Порошенко безнадёжный аутсайдер. Не входит даже в первую тройку. Единственный шанс для него – обострение с Донбассом и военное положение в стране с отменой голосования. Убийство Захарченко в таком случае – кровавая политтехнология по-киевски. Создание, что называется, казус белли – повода для войны. У Александра Захарченко остались жена и четверо детей. Раньше Донбасс не отвечал той же монетой на теракты против лидеров своего ополчения. Сейчас убийство Захарченко председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин назвал очередной агрессией со стороны Украины и добавил, цитата, «Донецк отомстит за это преступление». И вот уже из текста соболезнования от президента России. Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет с вами. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...